Я провел неделю в одной из старейших онлайн-игр. Я бы даже сказал, в одной из первых российских ММО. Аллоды 2. Повелитель душ. И готов ответить на вопрос, стоит ли играть в нее сегодня? Конечно, стоит. Представьте себе геймплей первой Дьявла на движке Варкрафта 2 и с карточками в стилистике Кирянди. Да, того самого квеста от компании Вествуд. Не кликайте на белку. Когда они еще не переключились на производство стратегий. Я Кейн. Аллоды 2, конечно, игра 99-го года. Но с такой ламповой графикой, что она фактически не состарилась ни на день. Такая же прекрасная, как и в старые добрые времена. Я вам ничего не расскажу про сюжет и одиночную игру. Она только отвлечет вас от самого главного. Божественного мультиплеера, который жив несмотря ни на что. Закатывайтесь на allods2.eu, качайте клиент и врывайтесь в игру. В Аллодах два режима игры. Есть, конечно, еще арена, но она больше для турниров и разборок раз на раз. PvP-режим считается основным и самым хардкорным. При смерти из вас выпадают все вещи и содержимое инвентаря. Кроме денег. И убить может любой встречный. Поэтому к вещам здесь надо относиться проще. Как в Еве к кораблям. Бегайте только с тем, чего не жалко потерять. Ведь шмотки из вас выпадут, даже если вас съели белки в лесу. Справедливости ради, новичков никто обижать не должен. Персонажи без прокачки в вещах с начальных уровней сложности запрещают убивать правила сервера. Ну а с другой стороны, зачем еще нужны правила? В PvE-режиме все попроще. Другие игроки побить вас не смогут. А все пожитки сохраняются даже после смерти. Но главные и самые опасные противники встречаются на серверах обоих типов. Но об этом чуть позже. В игре фактически есть два класса. Воин и маг. Первым персонажем советую качать мага. И вот почему. Маг в олодах это фактически машина для печати денег. Даже если потерять все магические предметы. Он остается грозным оружием. Которое будет крошить монстров в промышленных масштабах. При создании персонажа, как и в случае с воином. Выставляйте все параметры по 34. Будет проще играть и дешевле потом закупаться зельями. Для их перманентного увеличения. Прокачка здесь очень похожа на серию Elder Scrolls. Все это просто работает. Вам доступно заклинание нескольких школ. Чем чаще вы ими пользуетесь, тем быстрее растут очки соответствующей школы. А вместе с ними и урон заклинаний. Если вы умираете, часть накопленного опыта пропадает. Точнее, если вы возрождаетесь после смерти. Но никто вам не запрещает прожать альты в 4, пойти налить себе чайку и подождать несколько минут, пока вас выкинет с сервера. Поздравляю, вы сохранили свой бесценный опыт. Да, если вас грохнули монстры на пвп сервере, есть вероятность потерять свои вещи. Но поэтому и нужно сначала играть за мага. Он может раскидывать врагов даже голой. Рандомные факты, которые улучшают жизнь. В тавернах и магазинах можно прятаться от монстров и других игроков. Просто забегайте внутрь и сидите там, пока все стихнет. Если вас прям кто-то преследует и хочет убить, там можно спокойно просидеть до смены карты. Так вы сохраните и жизнь, и содержимое ваших карманов. Вы кто такие? Я вас не звал. На хэте, так здесь называют сервер, одновременно играется целая пачка карт разной сложности. Периодически они меняются, в среднем раз в час. Доступ на карты следующей сложности открывается при достижении определенного уровня прокачки навыков. Чем сложнее карты, тем больше можно заработать денег. И тем больше вероятность выбить действительно хорошие предметы. Но с вашими главными противниками можно встретиться уже на легкой сложности. Я говорю, конечно, про других игроков. Причем и тех, которые будут пытаться вас прибить, это как раз нормальная часть игры. А тех, кто очень сильно захочет вам помочь. Комьюнити у Аллодов 2 маленькое, но оно приветливое. Лично я предлагаю вам поблагодарить их от всего сердца, но добиваться всего самому. И сейчас я объясню почему. Как и во всех дьявлоподобных играх с фокусом на получение предметов и зачистку карт, получение слишком сильных вещей равносильно включению чит-кодов. Да, вы будете убивать всех с одного удара, но вам это очень быстро надоест. Аллода это, конечно, не Дарк Соулс, но самостоятельная прокачка и зачистка карт тут не обходится без превозмогания. Зато с какой радостью вы будете потом выкашивать тех же самых врагов пачками, когда более-менее встанете на ноги. Помнишь, Салли, я обещал убить тебя последним? Конечно, Матрикс, ты обещал. И я тебя обманул. Сначала могу предстоит работать с простыми заклинаниями, которые бьют только в одну цель. Например, Молния или Огненная Стрела. Позже начнут открываться страшные колдунства, которые бьют уже по области. Например, Стена Огня или Крад. Они помогут наносить урон сразу нескольким врагам одновременно и заодно контролировать их передвижение. Чем дольше они будут к вам идти, тем дольше вы проживете. Рандомные факты, которые улучшают жизнь. Не стоит особо волноваться из-за поиска новых книг-заклинаний. Часто их можно найти в стартовых магазинах на квестовых картах. Вместе с хорошими вещами на Войны и Мага. За каменным проклятием, правда, вам придется прогуляться на ужас. В принципе, в Володах есть даже что-то от Сапера. Монстры нападают на вас только когда увидят или получат урон. Поэтому, особенно в начале игры, вы будете аккуратно шаг за шагом открывать карту, чтобы случайно не нарваться на что-то страшное. Покупайте предметы с обзором. Или чтобы у вас было больше времени на уничтожение монстров. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. У каждого типа врагов есть свои сильные и слабые стороны. Сначала вы ничего не увидите, кроме их имени. Но после убийства определенного числа начнут открываться их реальные параметры. Подбирайте нужные заклинания к нужным типам врагов. И методично зачищайте карты. В лучших традициях World of Warcraft И малый импрувет. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Монстров тут, в зависимости от сложности карты, перекрашивают в другой цвет. И делают сильнее. Многие из этих карт вызывают самые ностальгические воспоминания. Час ночи. Я подключаюсь к безлимитному дайлап интернету. По самой дорогой карточке, которую мы купили с другом на двоих. Чтобы не разбудить родителей, накрываю несчастный модем подушкой. Да, по какой-то причине у моего зюкселя нельзя было отключить этот легендарный звук дозвона. Приходилось импровизировать. Врывался на один из древнейших хэтов-алодов. И вместо здорового школьного сна гонял всю ночь троллей. Кошмарил некромантов. И влюбовался местными гарпиями. Это, по сути, была моя первая онлайн-рпг. С чатом и живым комьюнити. Кланами и своей драмой. Вы писали, драть Джея и молчаливого Боба, драть их долго кверху жопать. Да, было дело. А что? В целом, если не прожимать пробел после смерти и копить опыт, прогресс за мага чувствуется с каждым убитым мобом. А чтобы дело пошло еще бодрее, дам вам несколько советов. Но чуть позже. Совсем по-другому выглядит игровой процесс за воинах. Да, у него самый большой потенциал к нанесению урона и живучесть. Но до всего этого нужно еще дожить. В отличие от мага, который может нормально зачищать карту даже голой, воин ничего не может сделать без своих доспехов и оружия. Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? На ПВЕ серверах все полегче. Вещи при смерти там из вас не выпадают. Но в стандартном ПВП режиме вы не сможете даже пойти вернуть свой кулек после смерти. Придется перезаходить за мага и наказывать врагов, которые вас обидели. Если же вас убили в ПВП, дело дрянь. Вещи вам скорее всего не вернут. Но в этом и суть игрового процесса. Вы зарабатываете много денег магам, чтобы одевать в хорошую броню вашего воина. И не бояться терять все предметы в жесточайших зарубах. Или по своей глупости. Это уже как получится. Зато если не экономить на вашем воине, он будет уничтожать вообще все на своем пути. Это фактически главный ПВП класс. Вы конечно можете стоять в сторонке и пытаться что-то колдовать своим магам. Но он прыгнет к вам в упор и снесет как грузовик. Одним ударом. Этот класс не умеет читать книги и запоминать заклинания. Но он может использовать свитки. И при этом просто уничтожать вас в бою. Также у воинов бывает оружие с магическим эффектом. Например, каменное проклятие. А значит он может не только снести вам все хп, но и заморозить вас на месте, чтобы вы гарантированно никуда не сбежали. ПВП между двумя воинами это особый вид танца. За хореографией которого магам остается только смотреть и завидовать. Ладно, когда устанете превозмогать и всего добиваться честным путем, можете воспользоваться этими советами для печати почти бесплатных денег. Большая часть из них будет работать только на ПВЕ серверах. Но и на том спасибо. Первый супер лайфхак. На легкой карте риверс идите от респауна направо. Убейте людоеда после моста. Пробегите мимо ящеров и прячьтесь в альфийской деревне. В здешнем магазине можно найти практически лучшие для легкой сложности вещи для мага. И топовые посохи. Ассортимент меняется каждые несколько минут. Можно постоять и закупить все необходимое. Если пройти от магазина еще правее к пустыне и убить пачку пауков, вы доберетесь до племени орков. Один из шаманов после смерти сбрасывает хороший щит или оружие, которое можно продать за много денег. Да и сама зона хороша для прокачки различных навыков. Если будет тяжко, заводите врагов в город и не стесняйтесь травливать их с городской стражей. Второй и, наверное, самый ультимативный денежный совет. На средней сложности на карте Троллског идите от старта наверх. Сразу после пчел за холмом живет другое племя орков. Если приманить их в город и стравить с городской стражей, один из убитых орков скинет доспех, который при продаже будет стоить целых 10 миллионов. Для понимания, на эти деньги можно купить книгу и огненного шара, и ядовитого облака, и каменной стены. Наберете три таких доспеха, сможете купить основной рабочий спелл мага. Заклинание телепортация. С его помощью вы будете не только убегать от преследования и попадать в труднодоступные места, но и носить почту. Мета некоторых карт специально приспособлена, чтобы прыгать телепортом и таскать грузы между трактирами. Потом можно будет купить призыв духов, расставлять их по специальным точкам и таскать почту еще быстрее и эффективнее. Но это уже другая история. Пишите свои читерские советы и точки фарма топовых предметов в комментариях. Будет полезно и мне, и другим игрокам. Смотрите! О боже! Я предупреждал! Ладно, последний совет, как напечатать первые деньги на базовый набор книг. Будет работать и на PvP сервере. Докачивайтесь до сложных карт и заходите на Four Islands. Из стартового города идите направо до двух синих людоедов. Тащите их в город. Ребята из города их быстро убьют. Лутаем кучу денег. Ну а если не убьют, то лутаем самих ребяток. И продаем их доспех за кучу денег. Ничего личного. Это деловой подход. Ниже людоедов серые гоблины. Тащим их в город и убиваем об стражу. Выше людоедов? Угадали! Снова серые гоблины. Что с ними делать, вы уже поняли. Повторять, пока не наберете деньги на основные заклинания. И да, учтите, на PvP-картах действуют ограничения. Если перекачаться, вас перестает пускать на более легкие карты. Благо вопрос решается несколькими смертями. И прожать им пробелы с потерей опыта. Они не растекаются! Это же куча твердого вещества! Алоды 2 поразительно живучий проект. Их бросил официальный разработчик Нивал. Несколько раз закрывались неофициальные серверы. Но каждый раз он снова и снова перезапускался фанатами игры. Текущая команда продолжает разработку. Например, прикрутили к сайту аукцион, который позволяет безопасно торговать предметами. Раньше это был очень рискованный процесс. В половине случаев связанный с кидаловом. Можно перекидывать предметы с персонажа в безопасное хранилище. И размещать лоты на площадке. Также добавили некую хаос-машину, в которую можно закидывать квестовые вещи. Они уничтожаются при использовании, но есть вероятность получить назад супер-пупер предмет. И теоретически собрать себе набор из лучших доспехов для своих персонажей. Очень удачное дополнение к эндгейму, который раньше сводился только к скоростной зачистке карт уровня ужас. У них, кстати, действительно зубодробильная сложность. Особенно в условиях пвп серверов с полной потерей предметов. В параллельной вселенной прохождение этих карт могло бы быть полноценной киберспортивной дисциплиной. Рандомные факты, которые улучшают жизнь. Если откладывать непотраченные свободные деньги на депозит или другой инвестиционный инструмент, будет меньше соблазн их потратить на всякие глупости. Это поможет вам экономить и с молоду начать формировать свой инвестиционный портфель. Достойную пенсию себе обеспечить можете только вы сами. Не забывайте про диверсификацию. Не храните все яйца в одной корзине. И используйте для таких целей менее рискованные инструменты. Alloda 2 бесплатные. Как вы понимаете, вообще не требовательные к железу. Не особо дружат с широкими мониторами, но черные рамки по бокам на самом деле перестаешь замечать минут через пять. Просто растворяешься в душевности и ламповости происходящего. Ссылка на основной рабочий хэт будет в описании к видео. Регистрируйтесь, качайте клиент и закатывайтесь. И да, не забудьте запилить себе игровой логин. Он отличается от учетной записи на сайте и создается в личном кабинете. У игры, кстати, есть редактор карт. Скачать его можно в разделе файлов на сайте. С помощью редактора можно не только наметить себе маршруты чистки, но и сделать свою карту. Кто знает, может именно ее добавить в ротацию этого легендарного проекта. У проекта есть свой дискорд сервер. Доступ в него открывается после регистрации на сайте. Нужно перейти в раздел чат. Также есть олдскульный игровой форум. Но там своя атмосфера. Если что, я предупредил. Поэтому остается ответить только на один вопрос. Посмотришь ли ты это видео?